Смысл. Раскаленные до бела статьи. Вопросительный знак смысл. Раскаленные до бела исполняется 125 лет со дня рождения Георгия Иванова. Литература. Литература. Эпоха Смирнов-Владимир. Теги. Владимир Смирнов. Георгий Иванов. Литература. Стихи. Поэзия. Дело поэта создать кусочек вечности ценой гибели всего временного в том числе, нередко, и ценой собственной гибели. Это написано Георгием Ивановым в Париже, в 1931 году. Через десятилетия после потери всего дорогого, в предчувствии лет страшенных, отчаяния немыслимого и жесткого изнадежности. Туманные проходят годы, и в перемешку дышим мы то затхлым воздухом свободы, то вольным холодом тюрмы. Участи изгнанника всего тяжка, изгнанника поэта вдвойне, русского поэта, заброшенного в глухую европейскую дыру, гибельна и спасительна одновременно. Читателей у нас нет. Родины нет. Влиять мы ни на что не можем и. В то же время самый простодушный из нас блажен. О том, что произойдет в далеком будущем, когда он вернется в Россию стихами, Иванов знал давно даже страшно подумать, под какой ослепительный прожектор истории попадем когда-нибудь все мы. И в этом ослепительном свете слово поэта стало дорого и насущно людям его страны вечной, неприходящей, несчастной, великой Родины. За столько лет такого маяния по городам чужой земли есть от чего прийти в отчаяние, и мы в отчаяние пришли. В отчаяние, в приют последний, как будто мы пришли зимой с вечерней в церковке соседней по Снегуруйскому, домой. В 1912 году вышла первая книга поэта «Отплытия на О. Цитеру». По приглашению Н. Гумилёва Иванов активно участвовал в акмелистическом цехе поэтов. Его сборники до отъезда в эмиграцию, Горница, 1914, Памятник славы, 1915, Вереск, 1916, Сады, 1921, Лампада, 1922. Осенью 1922 года Г. Иванов и его жена Ирина Адаевцева покинули Россию. После короткого пребывания в Риге, Берлине, супруги осели в Париже, где до войны жили в материальном достатке. В русских журналах и газетах Парижа Риги Иванов выступает как поэт, прозаик, литературный критик, очеркист. Выходит книга билетризованных воспоминаний Петербургской Азимы, 1928, сборники стихов Розы, 1931, и отплытие на остров Цитеру, 1937, прозаическое сочинение Распататому, 1938, и другие произведения. Мировая война прервала житейское благополучие Иванова и Адаевцевой. Последние годы поэта прошли в странствиях по дешевым отелями домам для престарелых. В 1950 году вышла одна из лучших поэтических книг, векосборник Г, Иванова «Портрет без сходства». Поэзия была для Иванова всем, в ней полное и абсолютное воплощение его дара. Но в высшей степени замечательными были и другие писания поэта. Он отменный переводчик французских и английских стихотворцев. Примечательна его проза, речайшее явление русской экзистенциалистской повествовательности. Широкую известность снискала мемуаристика поэта. Высшие достижения нашей литературной критики в столетии принадлежит русским поэтам. То, что создано в этом роде Иннокентием Анненским и Александром Блоком, Вячеславом Ивановым и Зинаидой Гиппиус, Осипом Мандельштамом и Николаем Гумилевым, Владиславом Хадасевичем и Георгием Адамовичем, в сущности, есть торжество отечественной критической мысли, что, впрочем, нисколько не умаляет содеянного в этой сфере другими писателями, мыслителями, литературоведами и критиками. Перечень был бы обширен и блистателен. Но поэты обладают не преимуществом вдохновенного артистизма или цехового понимания, а даром свободного, жизненно необходимого преодоления аналитических глубин истинностью последних суждений, чаще всего лежащих за пределами толкуемого или оцениваемого текста. В таких случаях познающая воля возвращается к своему истоку, к основам творящей личности, и там преображается в универсальный смысл. Критическая и культур-философская проза русских поэтов прямое тому подтверждение. Георгий Иванов в полной мере принадлежит к таким художникам. С ранней поры и до последних лет жизни Георгий Иванов выступал с литературно-критическими статьями и эссе. И на родине, и в эмиграции они печатались в наиболее значительных периодических изданиях, альмонахах и сборниках. Иванов не был плодовитым критиком. Его статьи, эссе, рецензии и заметки довольно немногочисленны. Но сегодня особенно ощутим вес этих работ поэта, их глубина, точность, аскетическая мудрость и ядовитая остроумие. Довольно часто Иванову критику делали у Карф в капризном субъективизме. Но следует признать, что самые сокрушительно несправедливые выступления его, Анабакове, к примеру, несли всегда нечто неоспоримо верное. Когда появился первый эмигрантский сборник Иванова Розы, 1931 грамм, современники были изумлены обращением поэта, таинственным преображением изысканного стихотворца в Большота художника. До той поры многим, и не без оснований, казалось, что судьба Жоржа предопределена, что он, разумеется, еще поживет, попишет в духе роскошной античной томности, В. Набаков, и упражнений по росписи фарфора, М. Кузьмин, и все это будет замечательно. Но в новых стихах явился никому неведомый поэт суровый, строгий, малословный, с чарующей интонацией замученного сердца, с удивительным морализмом отчаяния и пониманием того, что выше понимания. Изумление порождало вопросы, откуда, почему, как. И тогда, и теперь вряд ли возможно найти на них ответы. Поэзия. «Прежде всего чудесно, волшебно, происхождение ее таинственно, необъяснимо ни для самого поэта, ни для тех, для кого она чем-то стала», писал Иванов. Да и стоит ли искать объяснение, если кусочек вечности создан и полной у грудью поется. Когда уже ни о чем петь. Ценой гибели всего временного. Ценой собственной гибели. Еще в России прозвучали два голоса, предвещавшие эту гибель как единственную возможность для Иванова быть поэтом. Он станет поэтом только, если случится с ним какая-нибудь большая житейская катастрофа, добрая встряска, вроде большого и настоящего горя, заметил Владислав Хадасевич, 1916. Чисто человеческий желать подобное не очень хорошо, но в случае с Ивановым это оказалось необходимым условием обретения голоса. Я не стал ни лучше и ни хуже, под ногами тот же прах земной, только расстояние стало уже между вечной музыкой мной. Жду, когда исчезнет расстояние, жду, когда исчезнут все слова и душа провалится в сияние катастрофы или торжества. В 1919 году, в рецензии для одного из петроградских издательств на книгу Иванова «Горница», вероятно, поэт подготовил под этим название новый сборник, но он не вышел. Александр Блок писал, когда я принимаюсь за чтение стихов Г. Иванова, я неизменно встречаюсь с хорошими, почти безукоризненными по форме стихами, с умом и вкусом, с большой культурной смекалкой, я бы сказал, с тактом, никакой пошлости, ничего вульгарного. Точка, он спрятался сам от себя, а хуже всего было лишь то, что, мне кажется, не сам спрятался, а его куда-то спрятала жизнь, и сам он не знает куда, точка-точка-точка-запятая точка-точка-точка-книжка Г. Иванова есть памятник нашей страшной эпохи, притом один из самых ярких, потому что автор один из самых талантливых среди молодых стихотворцев. Это книга человека, зарезанного цивилизацией, зарезанного без крови, что ужаснее для меня всех кровавых зрелищ этого века, проявления злобы, действительно нечеловеческой, с которой никто ничего не поделает, которая нам возмездия. Правота, скорее, пророчества Блока не только об Иванове, но о значительно большем, важнейшем подтверждена временем, если время еще не упразднено человечеством за ненадобностью. Перед смертью Георгий Иванов надеялся в смирении на это. Если б время остановить, чтобы день увеличился вдвое, перед смертью благословить всех живущих и все живое, и у тех, кто обидел меня, попросить смиренно прощения, чтобы вспыхнуло пламя огня милосердия и очищения. И это написал тот, чью поэзию философ Георгий Федотов называл демонической. Свобода отказа, аскетическая искренность, мужество последних признаний все очищены в замысле, в истоке. Творю из пустоты ненужные шедевры. Строка эта из злой эпиграммы, но в ней случайно сказано все опозненные лирики Иванова. Действительно шедевры, действительно из пустоты, в метафизическом и собственно поэтическо-словесном смыслах, действительно ненужные, вообще никому. В последние годы жизни ненужность была очевидна для поэта. Вас осуждать бы стал с какой же стать и я. За то, что мне не повезло. Уже давно пора забыть понятие. Добро и зло. Меня вы не спасли. По-своему вы правы. Какой-то там поэт. Ведь до поэзии, до вечной русской славы. Вам дела нет. Ненужность, десятилетиями, на зачумленной родине, что вполне понятно. Ненужность в эмиграции. Некрологическая заметка в парижском журнале «Возрождение», без подписи, «Октябрь, 1958», так объясняла последнее обстоятельство, друзья, настоящие, преданные, все ему прощавшие скверный характер, и беспощадную остроту эпиграм, и маску цинника, которой поэт прикрывал свою беспомощность и беззащитность у него, конечно, были. Но друзья почти такие же нищие, как и он сам, и без связей на эмигрантских верхах. А там, на этих верхах, вероятно, принимали на свой счет такие стихи. Я за войну, за интервенцию. Я за царя хоть мертвеца. Российскую интеллигенцию. Я презираю до конца. В наши дни все так и сбывается одна из надежд Георгия Иванова на будущее, хотя в приходе его он и сомневался, только будет ли будущее вообще. 1955. Надежда трогательная, а будет, может быть, просто, рухнут большевики, и первое, что сделают русские люди, это улыбнуться друг другу, вот так, от души. Потом, разумеется, начнутся распри, 1933. И если еще не докатались русские люди до взаимной улыбки, то поэта, создавшего, скажем, такое. Мертвый проснется в могиле, черная давит доска. Что это? Что это? Или и воскресение тоска. И над соломой избенок, сквозь косогоры и лес, жалобно плачет ребенок, тот, что сегодня воскрес. Или такое. Замело тебя, счастье, снегами, унесло на столетия назад, затоптало тебя сапогами отступающих в вечность солдат. Или это? Калитка закрылась со скрипом, осталось в пространстве заря, и к благоухающим липам приблизился свет фонаря. Да и еще кое-что. Поэта, который, к удивлению многих специалистов по справедливому устроению вечности, всегда знал, что кроме легкомысленно беззаботного Петербурга, богемы, вернисажей, стихов, балетов, ужинов в Вене существует еще Россия, прочли и полюбили, прочтут и полюбят. Точка-точка-точка. 26 августа 1958 года. Принц без короны. Так была названа одна из немногих некрологических статей. Умер. В год его смерти на отечественном дворе стояла слякотная оттепель. Веселые ребята советской словесности продолжали мастерить полицейские стихи, даже не вспоминая о существовании других лицейских, с которыми первородно связаны достоинства, честь и величие нашей поэзии. Давнее, сумеречное вопрошание Боротынского. Когда твой голос, а поэт, смертью в высших звуках остановит. Точка. Кто в отзыв гибели твоей стесненной грудью восстонет, Хотя Георгий Иванов знал, что мысль в стихах приправа полезная, но не необходимая, а в интеллектуальной напряженности его вещи проигрывают Хадасевичу и Цветаевой, Пастернаку и Мандельштаму, именно его поэзия явила небывалый да то ли смысл смысл, раскаленный до бела. Причина этого, разумеется, не в отчаянии перед мировым ничто, и не в ностальгии и демоническом нигилизме. Кто только не баловался в отечественной поэзии нашего века этими метафизическими игрушками, но вот такого смысла не было. Поздний Иванов сумел все свои настроения, чувства и бесчувства изобразить в полноте правды. Наделенный редкостным просадическим даром, изощренный наблюдательный живописец и график, стихотворец тончайшего вкуса. С завидной легкостью распоряжающийся словом и ритмом, он в зрелые годы пошел по пути Иннокентия Уанненского, для которого едва ли не главным признаком подлинности поэзии было обаяние пережитости. Я люблю безнадежный покой. В октябре хризантемы в цвету. Огоньки за туманной рекой. Догоревшей заре нищету. Точка. Тишину безымянных могил, все банальности песен без слов, то, что Анненский жадно любил, то, чего не терпел Гумилев. Смысловая вспышка, освещающая и творящая стиховое пространство Иванова словесно, ритмически, интонационно почти банальная, рождена много зеркалем не образов, не символов, а лирических величин, если воспользоваться выражением Александра Блока. Вне стихотворений Иванова все эти сияния, ледяная тоска, музыка, туманные очи, снега, струны, эфир, свободное сердце и прочие грошовые поэтизмы, постыдные даже для любителя, а для мастера, и какого мастера, совершенно недопустимые. Само течение слов, естественное и простое, чаще всего перечислительно назывное, открывает их глубину, прямую значимость. Вот подтверждение. В конце концов, судьба любая могла бы быть моей судьбой, от безразличия погибая, гляжу на вечер голубой. Домишки покосились вправо под нежным натиском веков, а дальше тишина и слава весны, заката, облаков. Талант двойного зрения, глядеть и видеть вещи совсем разные, позволил поэту соединить в создании одном прекрасного разрозненной части. Волшебная интонация преображает слова, делает их из приблизительных настоящими. Хотя были у Иванова признания в художническом бессилии. Но настоящих слов мы не находим, а приблизительных мы больше не хотим. Современников особенно поразило, что именно этот, по мнению многих, кощунственный эстет, манерный пассиист обрел пленительную и благородную естественность поэтического выражения. Адаевцева рассказывает, Зинаида Гиппиус уверяла, что в нем таятся метафизические прозрения и глубины и невероятная легкость мыслей, что она особенно ценила. Она же называла и считала его идеалом поэта-поэтом в химически чистом виде. Осип Мандельштам особенно выделял среди достоинств поэзии Анненского высокий лирический прозаизм. Сказано очень точно. И если у Анненского лирический прозаизм строит и держит психологическую сферу стихотворения, то у Георгия Иванова, сознательно отвергшего психологическую ассоциативность, пластическую вечность, высокий лирический прозаизм растворен в свойствах, в природе поэтической интонации, неотразимая обыкновенность которой придает обычным словам, словосочетаниям, простоватому синтаксису, однообразному ритму неземное сияние. В свете его происходят странные вещи. Пожалуй, нужно даже то, что я вдыхаю воздух, что старое мое пальто закатом слева залита, а справа тонет в звездах. Портреты не имеют сходства, фотографии лгут, зеркала взаимно искажают отражения. На пересечении искажающих отражений и рождается изумительная ивановская вспышка. Подлинный лирический космизм пальто, тонущая в звездах, а не звездная пыль в претенциозных стихотворных планетариях. В гротескно-бытовой затрапезности таится острый трагизм под утюгом портного больше ада, чем в заведомых инфернальностях. Портной обновочку утюжит, сопит портной, шипит утюг, и брюки выглядят не хуже любых обыкновенных брюк. А между тем они из воска, из музыки, из лебеды, на синем белая полоска границы счастья и беды. Чего только не писали об Иванове. Для романа Гуля он единственный экзистенциалист в русской литературе. По Георгию Федотову он давно замкнулся в абсолютном отрицании и одиночестве, а зло для него привлекательнее добра, по крайней мере, эстетически. Петру Бицеле казалось, что в поэзии Иванова человек умер и проснулся в царстве теней. И вся прожитая жизнь представляется тоже нереальной, небывалой. Суждения принадлежат людям талантливым и чутким, они знали цену и Ивановскому дару. Но все-таки сказано лишь об одной ипостаси художника, узревшего черноту мирового уродства. Хорошо, что никого, хорошо, что ничего, так черно и так мертво. Что мертвее быть не может и чернее не бывать, что никто нам не поможет и не надо помогать. Но поэт видел, знал и другое. То, что было, и то, чего не было, то, что ждали мы, то, что не ждем, просияло в весеннее небо, прошумело коротким дождем. Это все. Ничего не случилось. Жизнь, как прежде, идет не спеша. И напрасно в сиянии просилась, в эти четверть минуты душа. Здесь уместно сказать, что ранний Иванов явление в своем роде удивительное. Гениальный лирик родился не вдруг. Пусть он сам находил в конце жизни, что в его поэзии 1910-х начало 1920-х годов ничего путного не было и что одобряли ее в свое время совершенно зря, согласиться с этим невозможно. Да, в те годы он писал пейзажи или людей, представляя их себе картинами в рамах. Моя любовь, она все та же и не изменит никогда. Вам, старомодные пейзажи, деревья, камни и вода, сжиманно челыкакетничал. О, если бы застыть в саду пустынном, фонтаном, деревом или завоянием. Капризно и стильно скользил вдоль жизни. Легкие оковы бытия, точка. Так, не томясь и не скучая, всю жизнь свою провел бы я за Пушкиным и чашкой чая. Его акмиизм вовсе не был, как у Мандельштама, тоской по мировой культуре. Печальное веселье стилизации, игровая декоративность, даже хлам театральной нежности, меланхолических вечеров, сладких молитв и златых имен все-таки согреты сердечной смутой, мерцают внутренним светом. Настанут холода, осыпятся листы и будет льдом вода. «Любовь моя, а ты?» И белый, белый снег покроет гладь ручья, и мир лишится нег. «А ты, любовь моя?» Простота и органичность лирики Иванова соседствуют с сознательным и довольно устойчивым использованием чужого. Явная и скрытая цитатность его поэзии отмечена давно. Порой поэта обвиняли чуть ли не в плагиате. Лучше других эту черту своего поэтического принципа определил сам Иванов безошибочность цитаты в создании своего мира. Это легко заметить в его шедевре стихотворении «Свободен путь под фермопилами». Цитатность у Иванова конструктивный признак волевой сделанности, как, скажем, ассоциативный метафоризм у Мандельштама. Та или иная цитата вводит лирическую пьесу в пространство поэзии вообще, поэзии как вечного состояния бытия, как свидетельство подлинности мира и человека. Вот как в этой страфе горы дымились валежником тлея и настигали их с разных сторон. Лунное имя твое Лорелия Рейнская полночь твоих похорон. Иван Бунин видел в энергической точности выражение одной из достоинств нашего языка. В пределах и возможностях своего искусства этим замечательно владел и Георгий Иванов. Кому только в изгнании ностальгически не виделось, не снилось Родину. Сколько написано об этом. А вот у Иванова в четырех строчках вся далекая Россия. И особенно синяя, с первым боем часов, безнадежная линия бесконечных лесов. Можно ли назвать удачным сравнением ошеломляющую красоту таких стихов? И глядела душа, хорошая, как влюбленная женщина в зеркало. Или старинная тема жути, глупости бытия, исполненная соглядкой наанненского, с бесстрашием властного мастера и растерянно покорным изумлением просто человека, просто о жизни, просто о душе. И в этом мире слишком узко. Где все потеря и урон? Считать себя с чего-то русским. Читать стихи, считать ворон. Разнижась, радовать самаю, когда растаяла зима. О, господи, не понимаю, как все мы, не сойдя с ума. Встаем ложимся, щеки бреем. Гуляем или пьем едим. О прошлом будущем жалеем. О душу все не продадим. Веселеньких великих лирических произведений не бывало, писал Иванов. Есть, конечно, еще и люди, людишки, братья и сестры, но тускнеющий вечерний час, река и чистокол в тумане. Что связывает нас, всех нас? Взаимное непонимание. Неутешительно. Горестно. Но жить надо. И может быть, исполнить довольно дурацкую мечту составить слова российских бездарностей с автобиографиями. Какой замысел? Расписывая в письме Роману Гулю прелести своего пребывания в доме для престарелых, Георгий Иванов был космически остроумен. От такой жизни не хочется даже умирать, и буду жалеть, если все-таки придется. Пришлось, вопреки всем обольщениям и утешением. Над белым кладбищем сирень цветет. Над белым кладбищем заря застыла. И я не вздрогну, если скажут, вот. Георгия Иванова могила. Стихи оправданы, если они формы существования поэзии. Вне этого они забава и прах. Стихи Георгия Иванова написались в силу немыслимых случайностей, слепого мытарства, печальной оглядки человеку на свою тень, в силу недоказанного счастья родиться, детской обидой на том, что жизнь обманула, что вещей в мире больше, чем смысла, что дождю человек рад больше, чем воли к власти и победам в борьбе за существование, что все пройдет, а правда останется, а с так почему все с большим напряжением, я жизнь люблю чужую свою, взволнован ею, как солдат сражением, которое кончится в ничью, помочь ничему нельзя, но глухая музыка бытия внушает надежду.